Меня зовут Рик Реннер. Это зал собраний церкви «Благая весть». Я являюсь ее старшим пастором. Каждую неделю здесь собирается много людей, которые любят Божье Слово. Люди в этой стране серьезно относятся к принятию спасения и очень это ценят. Они приходят сюда, чтобы услышать Божье Слово, радостно поклоняются Богу и трепетны к действию Святого Духа. Когда Божий Дух действует, люди не остаются равнодушными. Впрочем, у нас, как и у многих в церкви, сегодня есть проблема. К нам приходит столько людей, что нам приходится проводить несколько служений подряд. Мы встречаем людей, потом мы их провожаем, без промедления готовимся к прибытию следующей группы, провожаем их. Приготовив место для служений, надо помнить о том, что нужно подготовить место и для Святого Духа. Часто церкви допускают ошибку. Они готовят места для людей, но не готовят место для действия Святого Духа. Нам нужно делать и то, и другое. Мы должны подготовить все к приходу людей, так как Божье Слово проповедуется для них. Но нам также нужно приготовить все к посещению Святого Духа, чтобы Святой Дух мог делать то, что Он хочет. Мы должны шаждать познания действия Святого Духа. Нам нужно понимать, что действия Святого Духа — обязательное условие. Мы нуждаемся в нем. Нам нужны дары Святого Духа. И в этом зале мы постоянно видим движение Духа Святого и проявление Его даров. И сегодня я хочу поговорить с вами о страстном желании переживать действия Святого Духа. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал этой встречи, и, как я сказал во вступительной части, мы будем говорить о желании получать дары Святого Духа. Страстное желание. И чтобы увидеть их действия в нашей жизни и в нашей церкви, мы должны все подготовить для этого. Мы допускаем ошибку в том, что зачастую готовим место только для людей. И стремясь приготовить все для них, принимая у себя множество прихожан, провожая их после служения, мы нередко забываем приготовить место для Святого Духа, а ведь Он – самый главный в церкви. Кроме того, если люди соберутся в церкви, куда не пригласили Святого Духа, чтобы Он мог служить и делать, что хочет, пришедшие не получат то, в чем они нуждаются. Итак, мы должны подготовить все к приходу людей. Также мы должны быть готовы к действию Святого Духа. Нам нужно жаждать Его присутствия и проявления. Я рассказываю вам о важных качествах, которыми необходимо обладать, чтобы быть сильным верующим. И я уже приводил такой пример. Для того, чтобы сделать пирог или торт, нужны сахар, яйца, разрыхлитель, сода и глазурь. Без этих компонентов нельзя приготовить хороший пирог или торт. Если упустить хотя бы один компонент, то затея окажется провальной. Выпечка развалится. Вкус будет непригодным. Для успеха нужно все яйца, связующий элемент, сахар придает сладкий вкус, нужны разрыхлитель, сода, и глазурь придает торжественность. Аналогично этому в вашей жизни должны быть особые и базовые ингредиенты. Если вы хотите быть сильным христианином, это очень важно. Поэтому я выделил 10 основных качеств, которыми верующему нужно обладать, чтобы его жизнь стояла на прочном основании. И обо всех этих 10 качествах я говорю в цикле аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего», в основе которых наши передачи по этой теме. Цикл аудиопрограмм сопровождается прекрасным учебным пособием, где приведены все греческие слова, определения, все принципы, тезисы и ответы на вопросы. С этим пособием вы сможете войти в духовную зрелость. Оно будет полезным лично вам, или сможете изучать Библию по нему совместно с другими. Со своим другом в группе я рекомендую скачать бесплатно этот цикл аудиопрограмм. Также мы предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка, зачитываю из своих книг исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Это видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком объяснено значение греческих слов из Нового Завета. Вы насытитесь духовной пищей. Утвердитесь в истине. Обновите свое мышление. По-новому посмотрите на многие стихи из Библии. Не упустите возможность следовать за Богом, познавать Его ближе каждый день. Я уверен, что это пойдет вам на пользу и поможет вам. Мои друзья оставили свои отзывы. Например, Пэт Робертсон сказал, «Видео ободрение содержит информацию, которая будет полезной для каждого верующего». Джойс Майер написала, «Истина, о которых говорит Рик Реннер, подобна граням драгоценных камней. Они совершенно по-новому отражают свет Божьего Слова». Я рекомендую эти видео всем. Мэрилин Хикки говорит, «Рик излагает свои мысли именно так, как я люблю, практические советы и откровения, которые изменяют жизнь. Скрупулезное изучение греческого текста Нового Завета. Это очень значимый материал и настоящее сокровище». Я молюсь, чтобы эти сокровища были доступны и вам. Если вы еще не получаете видео ободрения, подпишитесь на бесплатную рассылку драгоценных истин из греческого языка на нашем сайте. Теперь обратимся к нашей теме. Мы говорим о десяти составляющих, которые должны быть в вашей жизни, для того, чтобы быть сильным и зрелым. Пунктов множество, и я выделил десять наиболее важных. Мы уже поговорили о первом, о страсти к спасению душ. Это необходимое качество зрелого и сильного христианина. Второе. Страсть к Божьему Слову. Мы также рассмотрели третий компонент. Жажда Святого Духа и участие в сверхъестественном действии Святого Духа. Сегодня мы продолжим говорить об этом, о жажде, о страсти по Святому Духу. И если вы не посмотрели предыдущую программу, найдите ее в видеоархиве. Она является основанием для того, о чем мы будем говорить сегодня. Итак, начнем с того, на чем мы остановились. Мы знаем, что верующие в Ранней Церкви стремились видеть действия Святого Духа. С начала книги Деяний до самого конца мы читаем о том, с какой силой Святой Дух действует в Церкви, в жизни верующих. В Деянии 19.11 мы видим, как верующие исполняются Святым Духом, начинают говорить на языках и пророчествовать, переходить в сверхъестественное измерение. Это произошло через 24 года после Дня Пятидесятницы. То есть, сверхъестественное действие Святого Духа было не только в первые годы становления Церкви. Те же самые проявления мы видим 24 года спустя. Да, Деяние Апостола в исторической книге, но не только. Ее предназначение — быть примером и образцом для Церкви тех лет и нашего времени. И для каждого верующего. То, что происходило в книге Деяний, должно происходить и сейчас. Я благодарен Богу за то, что вижу действия Святого Духа в моей Церкви и во многих российских церквях. А вы наблюдаете действия Святого Духа в своей жизни? Это пример, данный Богом. И Бог хочет, чтобы вы знали о существовании сверхъестественного измерения Святого Духа. Но вы должны гореть желанием, страстным желанием испытать это. Вы должны стремиться к этому. И вы поймете это сегодня. Ни одна из церквей не знала больше о духовных дарах, чем коринфская. Среди коринфян действие Святого Духа проявлялось в изобилии. Давайте прочитаем, что Павел написал в первой главе первого коринфянам, начиная с четвертого стиха. «Не пристан, благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». А теперь послушайте, что Павел пишет дальше. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Шестой стих. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Седьмой. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Восьмой. «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Девятый. «Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа, Господа нашего». Давайте начнем с четвертого стиха. Павел говорит, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Слово «благодать», по-гречески «харис», означает «божье сверхъестественное прикосновение, которое дает силу измениться». В этом стихе Павел говорит о Святом Духе, и далее он пишет о проявлении Духа в пятом стихе, «потому что в нем вы обогатились всем». Слово «обогатились». Греческое слово «плюсиас» описывает того, кто неприлично богат. Такой человек настолько богат, что не знает точно, сколько у него денег. И Павел использует глагол «обогатиться», греческое слово «плюсиас», чтобы объяснить, сколько даров Духа есть в Каринской церкви. Обратите внимание, он не укоряет тех, кто в Каринской церкви, не называет их незрелыми, глупыми, он хвалит их, он говорит это прекрасно. «Вас коснулась Божья благодать, она сделала вас богатыми в Духе. У вас так много духовных даров, что вы даже не знаете, сколько именно ваша церковь переполнена дарами Духа». И далее Павел перечисляет, какие конкретно дары проявляются в той церкви. И он говорит, «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Дары слова и дары познания. Дары слова — это иные языки, истолкования, пророчества. Дары познания — это слово мудрости, слово знания, пророчества, развлечения духов. Этот вид даров наполнял церковь в Каринфе. И вот что Павел говорит в 6 стихе. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Что такое свидетельство Христово? Иисус — целитель. Иисус — пророк. Иисус — чудотворец. Мы верим, что Иисус обладает всеми этими качествами. Но когда действуют дары, то наши знания об Иисусе выходят за пределы интеллектуальной сферы и переходят в то, что я называю реальным миром. Верующие в Каринфе воспринимали сверхъестественную природу Иисуса на уровне интеллекта, и, возможно, вы тоже. Да, вы верите, что Иисус может совершать чудеса, но является ли Он чудотворцем для вас? Знаете ли вы Его лично? Насколько близко вы знакомы с Его чудотворной силой? Когда действует духовный дар чудотворения, описанный в Первом Послании к Коринфянам 12 главе, то все, что вы понимали разумом, начинает совершаться на ваших глазах и утверждать свидетельство Христово. Возможно, вы верите, что Иисус был целителем, но Он по-прежнему исцеляет. Однако, если вы никогда не видели, как Он это делает, то есть целая сфера реальности, которую вы не понимаете. Когда этот дар начинает действовать, то из области ваших знаний и представлений исцеление переходит в реальный мир, и вы видите служение и исцеление Иисуса. Быть может, вы верите, что Иисус был пророком, но Он по-прежнему пророк. Если вы никогда не видели пророческого дара в действии, то, вероятно, вы не понимаете, как Он действовал во Иисусе. Когда начинает проявляться дар пророчества, то Иисус пророк переходит из области ваших знаний и представлений в вашу реальность и подтверждает это свидетельство. Христос, Пророк, предстает перед вами. Апостол Павел говорит, что дары Святого Духа подтверждают свидетельство Христово среди нас. Кстати, подтверждать, по-гречески, дебаю, означает подтверждать подлинность, утверждать, делать реальным. Дары Святого Духа делают Иисуса реальным для нас. Такова их цель. Неудивительно, что от нас требуется горячее желание обретать духовные дары. Обратите внимание на то, что говорится в 7 стихе. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Выражение «не имеете недостатка» означает, вы не испытываете нехватки в духовных дарах. Вам нет равных. Когда речь заходит о дарах Духа, и это сильно отличается от того, чему меня учили в молодости. Мне всегда говорили, что пятидесятники, харизматы, и все, кто верят в говорение на иных языках, и верят в дары Святого Духа, незрелые христиане. Но в этих стихах не идет речь о незрелости. Здесь написано, что коринфяне обогатились духовными дарами, дарами слова и познания. В 6 стихе сказано, что свидетельство Христова и Его природы, проявление Святого Духа стало для них подтверждением и сделало Христа реальным для них. Благодаря этому утверждению мы знаем, что Божий замысел состоит в том, чтобы дары Святого Духа действовали до самого пришествия Господа Иисуса. «Дары Духа предназначались не только для Церкви первого столетия, не только для верующих, живших в другое время, они для вас и для меня». Церковь нуждается в чудесном присутствии Святого Духа. И в этом стихе сказано, что дары Духа будут действовать до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. В 8 стихе говорится о том, как действуют дары Духа, который и утвердит вас до конца. Слово «конец» — перевод греческого слова «телос», описывает то, что созрело или пришло в зрелое состояние. Так Павел говорит, что когда дары Святого Духа действуют, то они утверждают нас и поднимают на новый уровень — «телос» — уровень духовной зрелости. Это сильно контрастирует с тем, чем у меня когда-то учили. Мне говорили, что люди, которые стремятся к духовным дарам, глупые и незрелые. Но здесь написано, что когда дары Духа действуют надлежащим образом, то они утверждают нас и поднимают на уровень — «телос», уровень зрелости, которого мы никогда бы не смогли достичь иным путем. Послушайте, что Павел говорит в 9 стихе. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Слово «общение» — греческое слово «кайнония», было также употреблено в 5 главе Евангелия от Луки, когда Иисус велел Петру забросить сети по другую сторону от лодки. И вы знаете, что произошло дальше. Петр послушался и поймал много рыбы. Улов был так велик, что ему пришлось позвать на помощь своих товарищей, которые были в другой лодке. Здесь снова использовано греческое слово «кайнония». Оно описывает верных деловых партнеров, которые трудились в одной сфере бизнеса с Петром. Это были реальные, невоображаемые партнеры. Они состояли в деловых отношениях с ним, а он работал с ними. В 1-м послании к Коринфянам 1.9 Павел употребляет тот же термин, чтобы сказать нам, что когда действуют дары Святого Духа, то мы вступаем в реальные, законные, партнерские отношения с Божьим Сыном, в которые мы не смогли бы вступить иным образом. Когда среди нас действуют дары Святого Духа, мы вступаем в общение, становимся партнерами с самим Иисусом. Именно этому учит Библия в 1-й главе 1-го Коринфянам, и неудивительно, что мы должны иметь в себе этот ингредиент, желание видеть действия Святого Духа и обладать дарами. И это прекрасно. Тема духовных даров настолько важна, что апостол Павел посвятил ей целых 3 главы. 1-е послание к Коринфянам 12-й, 13-й и 14-й главы. Более 100 стихов на тему Святого Духа и его сверхъестественных даров. Кроме того, Павел написал 12-ю главу послания к Римлянам, где он также говорит о различных дарах Святого Духа и их сверхъестественном действии. Это изумительно. Если мы хотим быть христианами, какими нас замыслил Бог, то мы должны обладать этим качеством, желанием, страстным желанием видеть действия Святого Духа. Павел сказал в 1-м послании к Коринфянам 12-й, «Не хочу оставить вас в неведении о дарах духовных. Я не хочу, чтобы вы пребывали в неведении. Я хочу проинформировать вас». Выражение «быть в неведении» греческое слово «агносис» означает «быть плохо информированным». В буквальном переводе это звучит так. «Я не хочу, чтобы вы были невеждами в этом вопросе. Бог хочет, чтобы вы были проинформированы о дарах Святого Духа». Это было настолько важно, что в 1-м послании к Коринфянам 14-й, Павел пишет, «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». В прошлой программе я рассказывал, что никто не возражает против 1-й части стиха, где написано «достигайте любви». Если мы верим, мы знаем, что нужно любить и достигать любви. Но если мы принимаем первую часть стиха, должны принять и вторую. Далее написано «ревнуйте о дарах духовных». Мы должны ревновать о них. В этом нет ничего неправильного. Это повеление для нас. Библия ясно говорит «ревнуйте о дарах духовных». Слово «ревновать», как мы говорили в прошлой программе, перевод греческого слова «зелао», которое означает «быть очень горящим, бурлить, гореть рвением, искренне посвятить себя чему-то, быть пылким, устремлять свое сердце к чему-либо, твердо вознамериться что-либо получить». Поэтому этот стих можно перевести так. «Достигайте любви и горячо желайте обрести духовные дары». Искренне посвятите себя действию даров Духа. Горите рвением, устремите свои сердца к духовным дарам. Твердо вознамеритесь обрести их и действовать в них. Вот что говорит Библия, и мы должны ревновать о сверхъестественном действии Святого Духа. В первом послании к Тимофею, 4.14, апостол Павел пишет следующее. «Не неради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Он говорит здесь о дарах Духа. «Не пренебрегай дарами, которые есть в тебе, не пренебрегай ими». Слово «пренебрегать» — перевод греческого слова «амелео» — означает «не считай дары неважными, не считай их малозначащими, не думай, что дары в твоей жизни незначительны». Дарования, которые в тебе, очень ценны. Не думай, что они не представляют важности, не считай их малозначащими, не называй их незначительными. Прочитаем 2-е послание к Тимофею 1-6. Апостол Павел пишет, «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Слово «возгревать» — перевод греческого слова, которое означает «разжигать огонь, воспламенять, нагревать», подобно кузнечным мехам. «Нужно раздуть тлеющие угли, отдать жару». И здесь сказано, что Бог хочет, чтобы мы потрудились над возгреванием даров Духа в своей жизни. Согласно 1-му посланию Коринфянам 12-7, «дары Духа даются не какой-то элитарной верхушке, но они предназначены для каждого человека». Послушайте, что здесь сказано. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Слово «каждый» — перевод греческого слова «хекастас», это местоимение, включающее всех людей без исключения. И Бог хочет, чтобы каждый рожденный свыше двигался в духовных дарах. Послушайте, что говорится в 1-м послании Коринфянам 14-26. Это поистине ключевой стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого снова «хекастас», это слово включает в себя всех, не исключая никого. «Каждый верующий может двигаться в духовных дарах, и у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, откровение и столкование. Все сие да будет к назиданию». Во-первых, Павел велит, чтобы все это было выполнено. Все сие да будет. Далее он говорит «к назиданию». На этом мы закончим сегодня. Слово «назидание» по-гречески «ойко доме». Это термин из области архитектуры, означающий увеличить дом, сделать надстройку. Это значит, что дары Святого Духа расширяют пределы, ваши пределы. Они развивают вас. Еще это слово означает архитектурный план по расширению или увеличению постройки. Это когда что-то нужно модернизировать, увеличить, сделать лучше. Когда среди нас действуют дары Святого Духа, они делают нас лучше. И неудивительно, что Бог хочет, чтобы мы обладали ими. Слово «назидание» имеет смысл увеличения и расширения. Это говорит мне, что мы не увидим проявления даров Духа, если не приготовим все для них. Подобно тому, как мы готовим церковь к приходу людей на служение, мы должны подготовить все к действию Святого Духа. И если мы не даем Ему места в церковных служениях или в своей жизни, мы должны задуматься над тем, чем мы занимаемся. Подумайте, как вы можете приготовить почву своего сердца, чтобы Святой Дух мог сделать вас лучше. И если вы хотите стать сильным верующим, вам потребуется этот ингредиент. Нам нужно приготовить место для Святого Духа. Нельзя допускать ошибку. Готовим место для людей, но ничего не приготовим для него. В следующей программе мы разберем еще одно необходимое качество. Мы поговорим о том, каким должно быть сердце поклонника. Наше время подошло к концу. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учения «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка на сайте ignc.org. Москва Москва – один из древнейших и красивейших городов России и один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. В Москве много храмов, и одна из крупнейших протестантских церквей Москвы, церковь «Благая Весть» существует в этом городе с 2000 года. Церковь развивается и двигается вперед, и 10 ноября открыл дверь и филиал на юго-западе Москвы. Слава Богу, сегодня очень хорошее начало за юго-западный филиал «Благая Весть». Сейчас север, юг, центральный, юго-западный и IGNC. Столько людей. Это просто благословение от неба. Я рад, что я здесь сегодня. И слава Богу, что Господь работает с нами. Это просто благословение, что мы могли работать с Господом. Аминь. Это лишь начало, и теперь церковь «Благая Весть» будет служить людям на юго-западе Москвы. Мы верим, что люди будут получать спасение, исцеление, восстановление. Ведь это именно то, к чему Господь призвал нас на этом месте. Более года мы молились об этом открытии. Прославление у нас готовилось почти полгода к открытию филиала. Многие детское служение, подростковое служение готовились к открытию. Более 250 человек были сегодня на служении «Благая Весть» юго-западной. Я молюсь о том, чтобы благодать Божья пребывала всегда на этом месте. Я всех приглашаю на служение. На служение. Церковь «Благая Весть» юго-западной. Мы ждем вас. Приходите. Сегодня мы говорили о действии Святого Духа и о том, что у нас должно быть страстное стремление к Его действию. Это один из компонентов, которые должны присутствовать в нашей жизни для того, чтобы мы были сильными верующими. В 1-м послании к Коринфянам 14, 26 сказано, что все это должно быть выполнено к назиданию. Во-первых, в этом стихе говорится о том, что все это нужно делать. Мы должны все подготовить к действию Святого Духа. Слово «назидание» — греческое слово, которое означает «расширить», «улучить», «сделать больше». И я думаю, что это очень важное слово, потому что если мы не дадим пространства Духу Святому, чтобы Он действовал, Он, скорее всего, не проявит себя среди нас. Мы должны планомерно упорядочивать свою жизнь, в том числе и личную, чтобы Дух Святой мог делать все, что Он хочет среди нас. Для этого нужно прикладывать усилия, и если вы этого еще не сделали, попросите Святого Духа показать вам, как, и Он покажет. Он хочет являть свое сильное, сверхъестественное присутствие в вашей жизни. Все, о чем я говорю, вы найдете в цикле аудиопрограмм под названием «10 принципов сильного верующего». Он сопровождается прекрасным учебным пособием. Цикл замечательный. Также предлагаю вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день могут изменить вашу жизнь. Получите обилие духовной пищи, обновите мышление. По-новому посмотрите на многие стихи из Библии. Не упустите возможность следовать за Богом и познавать Его ближе каждый день. Бесплатно подпишитесь на рассылку на сайте ignc.org. В следующей передаче мы поговорим о поклонении. Спасибо, что были со мной, и помните, что говорится в книге Колесе 184, где слово «царя» — там власть, и пусть сила Слова Божьего действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова